Добрые ранницы, Беларусь! Доброе утро, страна! Сегодня вторник, 13 февраля. Анна Квилория и Марьяна Муренкова продолжают вас будить. И знаете, уже более 20 лет со слушателем. Это о чем я говорю? О том, что во Всемирный день радио мы рады приветствовать студии Добрые ранницы, Беларусь, директора радиостанции Радиус-ФМ Елены Трещинской. Сколько р в этом предложении! Прям скороговорка! Добрые ранницы, Беларусь! Добрые ранницы, дорогие ведущие! Добрые ранницы еще раз. Стоит сказать, что Радиус-ФМ входит в топ лучших радиостанций нашей страны. Это, конечно, звучит гордо, но как вы думаете, в чем секрет этого успеха? Ну, я думаю, что секреты, которые уже случились, наверное, их называть немножечко будет уже, наверное, неправильно. А секрет в том, что мы следим за трендами. Трендами, которые общемировые, тренды, которые у наших ближайших соседей. Поэтому руку держать надо на пульсе просто-напросто. И если это все правильно отслеживать и применять уже в собственном эфире, то вот и получается симбиоз. Хорошая музыка, хорошее настроение, которое дарят ведущие. И, конечно же, новости. И, конечно же, еще и подарки, да? О, подарки. В ваших руках появляется неизвестный объект летающий. Что это такое? Так, это блютуз-колонка на щик. Вот так. Да, то есть его можно выиграть при помощи Доброй ранницы Беларусь и при помощи вашего инстаграм-аккаунта. Конечно же, не могли прийти в праздник с пустыми руками. На сегодняшний день радио – это очень много интерактива. Это очень много розыгрышей и подарков, которые вот целый день, что называется, для наших радиослушателей любимых. Поэтому, дорогие друзья, для того, чтобы выиграть эту прекрасную блютуз-колонку, условия весьма просты. Во-первых, надо быть, наверное, подписчиком Доброй ранницы Беларусь. Это безусловно. Это даже без подарков надо быть. Следующий мы задаем. Сколько призов в год разыгрывают на Радиус ФМ? Первый вариант ответа – 300, второй вариант – 500 и третий вариант – более тысячи. И, кстати, хочется отметить, что победителем станет тот, кто даст 13-й правильный ответ. Это не просто так. 13 февраля сегодня, да, в 7-й день радио, поэтому абсолютно точно, пожалуйста, пытайте свое счастье, да, думайте, сколько – 300, 500, либо более тысячи. Да, совершенно верно. Буквально в течение часа или нескольких часов у нас будет пост специально на эту тему в аккаунте Доброй ранницы Беларусь. Отвечайте правильно 13-м и будет вам удача. И будет вам колонка. И мы вам докажем, что 13-е – это замечательное везучее число. Да, совершенно верно. Есть такая тоже теория. Вот вы сказали о том, что контент у вас всегда очень трендовый, да, но все-таки, как вы думаете, на какую часть делается акцент? На какую-то интеллектуальную составляющую, музыкальную, интерактивную? Ну, радио, как я уже говорила выше, симбиоз, поэтому должна быть и музыкальная составляющая, опять-таки должен быть и контент, который дарят наши дорогие ведущие, потому что без утреннего шоу дневного либо вечернего ни одна радиостанция сегодня не выживет, и, конечно же, новости. Поэтому все должно быть именно вот в этой гармоничной составляющей. Конечно, мы музыкальная радиостанция, и у нас музыка превалирует, скажем так, в эфире. Тем не менее, эфиры всегда есть для радиослушателей. Поэтому, если вы находитесь в автомобиле, если вы находитесь на беговой дорожке дома, если вы находитесь в парке на пробежке, если вы находитесь в тренажерном зале и вообще в любых-любых условиях, комфортных для вас, слушайте радиос-ФМ, да. То есть, опять-таки, условий сегодня масса. Можно слушать при помощи интернета. У нас есть мобильное приложение. Радиоплеер. Опять-таки, радиоплеер-бай тоже здесь в подмогу. Можно слушать всегда, всегда с радиос-ФМ. А вот скажите, какой он слушатель современной радиос-ФМ? Слушатель современной. Какая статистика? Ну, статистика, конечно, ведется. Это 18-35 лет, это достаточно мобильные люди, это достаточно молодые люди. Это, наверное, люди, которые в основном владеют водительскими правами. Ну, я бы так не сказала. На сегодняшний день все-таки превалирует и прослушивание вне автомобиля. То есть, поэтому оно где-то в равных составляющих. Но, конечно же, первое дело, когда человек покупает автомобиль, что он делает после того, как завел автомобиль? На стройку. На стройку? На радио, конечно. Конечно, конечно, потому что вряд ли вы сможете очень сильно писать в мессенджеры кому-то, потому что можно приехать серьезно. Зато постоянно с любимыми ведущими. Мы выяснили, какой должен быть слушатель, а вот какой ведущий все-таки? Ну, ведущий, в первую очередь, конечно, если мы говорим про утро, это зажигательный ведущий. Вот такие зажигалки, они дарят настроение, они дарят легкость, они дарят заряд бодрости на весь день. Это если мы говорим про утро. А имеет ли значение сейчас голос? Голос? Голос всегда имеет значение. И заметьте, на нашей радиостанции нет похожих голосов. То есть у нас каждый человек индивидуален. То есть спутать нельзя, допустим, это Сережа, либо это Света. У нас все голоса разные. Такое разноголосие. А все-таки должен ли быть ведущий радиостанции еще и интеллектуалом? Ведь наверняка нету какого-то написанного заранее текста. Ну, во-первых, радищики, они очень хорошие болтуны, скажем так. Потому что это первое, за что мы берем на работу диджеями, это когда люди очень свободно говорят на любую тематику. Первый тест, который приходит, когда человек говорит, я хочу сделать пробу, пожалуйста, вот вам три минуты, вот вам в студии дается какая-то тематика, и вы должны сделать связанный текст на три минуты отрезок тот от и до. Вы лично отслушиваете такие тесты? Конечно, завязка, кульминация, развязка. Но мы отслушиваем уже потом, скажем так, худсоветом самых-самых, понимаете, да? То есть сразу очень большой кастинг проходит, допустим, до 20 человек, и потом каких-то, допустим, пятерку лучших нам дают уже на всеобщее прослушивание. Ну, это же такая специфическая все же работа, когда ты сидишь в закрытом помещении, когда нет камер, нет зрителя, и ты общаешься как бы сам с собой. И нет шуфлера, да-да-да. Поэтому, конечно, человек должен быть нагружен. Если вы думаете, что так можно прийти и говорить на любую заданную тематику просто так, то вряд ли, наверное. Ну, вода получится. Вода получится, конечно, конечно. А нам надо именно, чтобы был связан текст, то есть завязка, кульминация, развязка, по сути, по театральному жанру, скажем так. Ну, и чтобы можно было отследить. А вот можно ли, вот как обратная связь построена, можно ли отследить, в какой момент, например, ваш радиослушатель переключился или, наоборот, сделал погромче? И найти этого человека, и поблагодарить его лично. При помощи медиа-измерителя Кантар, вы знаете, что мы прекрасно видим, когда нас слушают более всего, когда нас слушают менее всего. Это когда уже вступает в борьбу с нами телевидение, да, скажем так. Это вечернее время, конечно. Конечно. После 7 вечера радио уже слушают значительно меньше людей, нежели чем в утренний период. Самый высокий рейтинг, это, конечно, утренний с 7 до 10 утра, потому что люди собираются на работу, люди едут в автомобиле, в маршрутке, в автобусах, да, поэтому они добираются. Обычная жизнь, наверное. Обычная жизнь. Раз мы уже перешли к конкретному. Ну, подожди, пожалуйста, можно, пожалуйста, спрошу, а вы ругайте своих ведущих, если они, например, там, какое-то слово не очень хорошее сказали или какую-то не очень, может быть, умную мысль. Или в этот момент большинство зрителей переключилось, слушатели вернее. Нет, во-первых, у нас ведущие диджей достаточно профессиональные все, да. Если мы говорим про утреннее шоу, то там жесткий рубрикатор. Опять-таки можно зайти на наш сайт и посмотреть, в какой рубрике можно принять участие, да. И, конечно же, это все, по сути, люди знают заранее, в какое время что выходит. Кстати, уже год мы делаем рубрику при помощи нейросети, при помощи искусственного интеллекта. И до радио добралась эта нейросеть, да. Она почти у нас без 15 и 10, поэтому 9.48, включайте и помоги, называется. То есть искусственный интеллект отвечает на вопросы наших радиослушателей. Кстати, хочу сказать, что сегодня у нас уже не только радиослушатели, но, наверное, еще и зрители, потому что радио в 21 веке, как вы понимаете, сами приобрело конвергентные формы. Всегда интересно наблюдать за тем, что происходит там. В Ютубе у нас есть вот столько времени. Я не могу не сказать про шоу с толком. Давайте. Что оно собой представляет? Шоу с толком. Это по будням информационно-аналитическая программа с гостями. Приходят эксперты абсолютно в разных областях, которые отвечают на вопросы наших ведущих и на вопросы наших зрителей и слушателей. Поэтому можно достаточно серьезную компетенцию получить из уст специалиста, скажем тогда, не прибегая к каким-то серьезным усилиям. Все это можно и смотреть, и слушать, насколько я понимаю. Мало того, мы уже тоже где-то месяц назад запустили короткие шорцы, которые можно посмотреть на нашем Ютубе. То есть самая выжимка вот из этого. Много со временем, много трендов. Вообще стараемся, что называется. Елена, огромное вам спасибо. Все включайте, смотрите, слушайте шоу с толком. Я бы с вами еще говорила и говорила. Бесконечно. Входите к нам на шоу с толком. Не хватает. Спасибо большое. Ловим на слове. Друзья, напоминаем еще раз, что можно принять участие в розыгрыше. Прекрасные блютуз-колонки, она же еще и ночник. Заходите чуть позже в аккаунт Добрая Раница Беларусь в Инстаграм. Там будут опубликованы условия этого самого розыгрыша. А мы напоминаем, что в нашей студии была директор радиостанции Радиус ФМ Елена Трещинская.